Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок, в поле каждый голосок. Редька, небо голубое, это все мои родные. Это родина моя, всех люблю на свете. Русская культура всегда отличалась своим уникальным духовным наследием. Это целый мир, самобытный и многогранный. Русской культурой восхищаются во всем мире. К нам приезжают тысячи иностранных студентов, для которых Россия становится частью их жизни. Когда я приехал сюда с первого раза, я видел, что русский народ очень добрый и преподаватель. И я уверен, что я получу будущее достойное образование. И эти люди знают свое дело. Русская культура будет влиять на наши жизни потом, когда мы вернемся домой. То есть мы читаем, что русская культура – это единственная лучшая культура. Мой дедушка, он раньше учил в России, ему очень нравится здесь. Поэтому он желал, что в ночь, который здесь учимся, я очень рада, что я решила здесь учиться. Вот уже 7 лет 21 сентября отмечается Всемирный день русского единения. Представители 24 стран мира стали членами Международного инициативного комитета и подписали декларацию, став соучредителями Всемирного дня русского единения, который был создан с целью сохранения этнокультурной самобытности и объединения русского народа по всему миру. У людей, которые уезжали из России, все равно была потребность найти какие-то точки соприкосновения и не потерять свои истинные корни. Вот, наверное, это и инициировало объединение русских за рубежом и также за пределами России. Посвященные этому празднику сегодня в Чертоклинском районе пройдут мастер-классы, видеопрезентации, интерактивные программы. В целом в регионе проводится постоянная работа по сохранению народного фольклора. Сегодня ни для кого не секрет, что у нас, к сожалению, умирает деревенский фольклор. Песни, танцы, обычаи, обряды. Почему? Потому что у нас уходят, к сожалению, носители вот этих обрядов. То есть пожилые бабушки, дедушки, те, кто помнили, как это раньше проходило, чему это посвящалось, ради чего это было. А ведь это основа, это духовность. Сохранять и передавать русскую культуру следующим поколениям и рассказывать о ней другим народам остается главной задачей. Важно помнить, любить и гордиться своей Родиной. Кристина Жакот, Константин Никитин, Руслан Баталов. Новости Уленовской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова